вот продолжаем сюжет от 9 декабря 2023 года за бортом здесь у нас здесь уже минус 16 а там было на солнце минус 12 кто первый сюжет смотрел смотрите как я чувствую похолодание вот сейчас проедем по гвардейской через по мыску а то у нас как паскаду через и соколовый может заедем ли ни разу там тоже не был не заезжал внутрь ним проезжал и потом вернемся опять в ленинский район как-то и как всегда говорю ютюбер ютюбе в одноклассник контакте в яндексе выкладывать данный сюжет смотрите пишите читаю отвечаю все как обычно я там как удобно делаю сюжет и вот за этот день будет по 14 15 минут по 18 ну где я замечу что уже больше 15 минут то буду опять с вами здороваться и прощаться первый сюжет не получилось даже попрощаться прямом эфире ну и ладненько продолжаем мой путь это все ленинский район и пешеходы у нас пешеходы они главнее чем вот были в турции были во вьетнаме в таиланде где еще у нас так не любит пешеходов то дал махачкаре тоже как бы не совсем только на светофорах а у вас саратов по большому счету пешеходов пропускают вот товарищ велосипеде остановиться не может да бедолаги 5 дачный проехали все же теперь так и будем за этим фургончиком ехать не повезло чуть-чуть чтобы вам всю дорогу показывать печку посильнее включить от печку у меня она правильно минус от у всех машин наших отечественных у меня были это оборота не даешь и печка плохо греет от тебя здрасте ехал и приехал и дальше поехал вот место есть парковочные ставь машину иди здесь какой-то рынок босс сад огород ярмарка вот 6 дачная здесь у нас конечно третьего маршрута да здесь вот очень трудно ехать потому что люди переходят сделали для них и заборчик чтобы они не везде ходили посмотрите там что-то что-то там делают а делаем такое сделать трамвайные пути делают их же убрали я вот и не ездил тут смотрите трамваев нету теперь слово совсем люди идут пешком ходят и ездят на маршрутках то есть все убрали и рельсы и шпалы но пока укладки не видать так но товарищи но фургончики чуть-чуть побыстрее входит новое здание нужно построить службу крови новые раньше его не было когда здесь работал интересно ездить вам нам интересно кто-то давно не был сразу тоже интересно смотреть что происходит вот еще дом строится ли что-то на поисковой стороны а и мне самому интересно потому что когда-то я здесь в 90-х годах работал холодно холодно стоят молодежь мерзнет когда-то вот тут домов их не было совсем ну слава тебе господи поворачивает товарищи что-то катается кто-то работает смотрите застроилась все здесь раньше пустырь там был дачи были да я имею слева с левой стороны справа что-то было я помню дома-то эти стояли мы в обслуге у нас были они когда я работал связистом вот как-то так так-то вроде прохладно включила эту грелку не годится начали поджариваться машин смотрите сколько здесь на гвардейской о как мы будут теперь исторические кадры вам вот рассказывайте показывать смотрите подготовили разровняли но теперь до следующего года зимой неужели они будут зимой прокладывать хотелось бы чтобы строили так не как в советское время там выполним перевыполним эти а тут тоже вот трамвайный путь направо здесь еще не разобрали смотрите но его тоже не видать их и видно вон они лежат рельсы вот тут и гвардейская заканчивается вот я говорю хочется так чтобы сделали чтобы не привязывали к этим датам день рождения комсомола или еще что-то чтобы делали на совесть как себе а у нас получается делаем не как себе как будто вот мы тут дальше жить не будем я имею ввиду даже не рабочих водители этих строительств они же отвечать рабочих надо работник направлять это если их правильно направляешь и правильно говоришь устанавливаешь вот работа делаешь все сделает все будет делается сам боро рабочим кабельчиком спальщикам пятого разряда когда нам давали возможность менять кабель сразу устранялись повреждения мы туда больше не возвращается где было сделано как надо по технологии практически а где мы и так это кабель сырой вода в него попала триканем перевяжем жилки проводочки и все вроде заработал через какое-то время гниет медь и все окисляется и опять обрыв так что вот я о том что делали все как для себя для себя так люди не делают вот я представляю там что-то продают я так понимаю это улица какая-то большой дачный проспект но я о том что что все улицы буду ну как обычно я же по карте янтекс смотрю и потом накладываю бегущую строку показу где какая улица это все у нас я не скира йог а тут сколько градусов все 16 отключить видно было поливанку заедет не будем заезжал показывал неоднократно а светофоры так повезло практически нигде не стоял парниша музыку включает и не трогать зеленый гавит благо то что за ним нет никого он стоит там я не знаю что там радио волну ловит и вот когда с такими станешь почему-то потом это не включим тут как и были они так и остались лежачие полицейские не совсем как-то свежеватенько как-то свежеватенько просто включать печку на полную пооборот прибавить будет теплее но будет шум и так он от колес идет шум ну вот ну вот я всегда говорил сколько лет показывать мне всегда здесь нравится ездить с другой мини серпантинчик наш лесной там в Омске был береговой а здесь вот в лесу как смотрите это еще просто мало снега а как падает он с деревьев смотрите красота летит пошел на обгоны десятки здесь вообще-то обгонять запрещено небольшой небольшой такой но имейте ввиду конечно повороты ямки появляются уже и большой и вернее подъемчик и выезжаем мы наверх не помню какой то а родничок написано раньше пионерский лагерь был сейчас детский лагерь и раньше казалось помыслная поляна такая большая а вот по ней гулял и зимой и летом вот эти вот ну дорога даже вот этот шум от машин слышно что же так прохладненько то здесь здесь оплаточки лежат более-менее налево это у нас в сторону Новозенской улицы дорога а мы уедем направо на скат посмотрим как там развязка здесь как обычно веники и не замерзайка доски то есть люди здесь здесь он чей гоняет пьют так ну а здесь пожалуйста впереди должна быть камера не забывайте раньше была летом не разгоняйтесь здесь зима что здесь минус 17 уже 14 минут уже идет ну давайте доедем до 60 км в час этого как это нам масло это новоастраханского шоссе до перекрестка минутки 3-4 тут еще прибавлю чтобы вот камер впереди красота правда холодная красота зимняя лето мне все таки больше нравится здесь повороты имеете ввиду сильно не гоните и еще будет парочку поворотов таких думаешь вот смотришь на комочной поляна так много леса он зайдешь туда дальше проходишь там частный сектор так быстро едем что получается на меня обдув совсем нету из печки делаешь на окно тепло идет это включен значит на ноги не хватает давайте на ноги включим потому что по ногам что-то какой-то ветерочек гуляет я интересно закрыл или не закрыл в бардачке в этом там есть такая штуковина охлаждающий ящик может быть оттуда и поддувает и поддувает не забывайте об этом а то некоторые холодные машины закройте вы этот вот камера здесь есть дачи дачи ну здесь уже дачи эти некоторые люди живут уже в домах отстроили себе кто-то мечтает с частного дома в квартиру переехать надоедает им все это уборка и все дела что связано с частным домом а некоторые из квартир летят и мечтают жить да удобно я вам скажу тоже когда-то квартиру снимали дом шел на обед калиточку захожу раз-раз редисочки надергал лучка нарезал зелень это все вот этого и салатик поел сразу же помыл все вот но чтобы все это росло за этим надо ухаживать само оно не растет так ну осталось чуть-чуть сейчас доедем до перекрестка ну а там я наверное не буду скат озвучивать потому что я в ускоренном режиме включу то есть глаза в глаза не будет общаться и включу себе печку чтоб пошустрее ну вот в чем и получается плюсы и минусы озвучки такой и озвучки дом дом то я когда озвучиваюсь уже тепло и хорошо но там другой минус у нас какой-то карает дятел уже месяца три сверлит стучит я рад таких людей золотые руки взять все с сам но он по 2-3 часа в день это делает приходит с работы или я не знаю как и вот это вот выносит мозг ну ты возьми ну ты возьми отпуск ты возьми в выходной день тоже все люди отдыхают ну возьми отпуск и сделай ты все там две комнаты а он приходит а он приходит и сверли раз посверлить два посверлить и так много я не понимаю когда так много сверлить электрику ладно электрику проложил новую к потолку там ее один день можно это сделать всю квартиру потом провода подсоединять дальше подрозетники просверлить ну то есть это вот сверлежки на неделю а у нее уже три месяца идет как бы так пожаловался вот новые дома давно здесь не было вот 20 минут уже едем сюжет получается ну ничего сейчас вот на этом перекрестке чуть-чуть осталось просто вот там впереди какая-то машина притормаживает вот быстрее проехали вот Volkswagen за нами летит а впереди встречка куда торопятся люди я понимаю куда-то вы торопитесь дела у вас но других то зачем цеплять давайте на этом заканчиваю благодарю всех за просмотр берегите себя не болейте оставайтесь со мной и следующий сюжет начнется отсюда откуда я вот прощаюсь от перекрестка до встречи в новых сюжетах всем пока-пока ш earn females в небо а же обид index Продолжение следует...